Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц, и сегодня я решил записать скорее не музыкальный, а такой социальный подкаст. Вдохновила меня на это полмая пара последних походов в Сбербанк. Когда я сегодня находился в Сбербанке, или когда я сегодня из него только вот вышел, у меня эмоции прям-таки кипели, я прям жаждал куда-то это всё, куда-то всё своё негодование вылить, выплеснуть. Вот. Добрался до дома, добрался до камеры. Я только вечером, прошло уже приличное количество времени, эмоции подспали. Но так или иначе, я немного расскажу всё-таки о том, что произошло и что меня возмутило. Значит, хотим мы этого или нет, но все мы так или иначе связаны с банками, все мы завязаны на банках. Я вот решил сделать партию значёчков для группы в себе, для Номерс Радио. Нарисовал эскизы, их одобрили, в ответ мне прислали квитанцию счёт, который я распечатал на принтере, пошёл оплачивать ближайшие к работе Сбербанк. В общем, тут всё логично. Вот. Я пришёл, взял талончик, подождал своей очереди, минут через 25 сгорело стабло, на котором было написано, что мне нужно в 14-е окошко. Я пошёл его искать, и тут выяснилось, что в этом Сбере всего 12 окошек. Это был такой первый тревожный звоночек для меня. Как? Так вот, я обратился к одному из сотрудников, он предложил мне почему-то перейти в 7-е окошко. Из 7-ого окошка меня послали, минут через 10 моих поисков и просят принять меня хоть куда-нибудь, меня пригласили во второе окно. Ну, тоже странновато всё это. Там мне выдали бумажку, подтверждение моего платежа, проверяя которое, я заметил, что неделю назад, когда я неделю назад приходил, фамилию получателя моего счёта сотрудница Сбербанка написала с ошибкой. То есть, допустила ошибку фамилии. Соответственно, это и явилось причиной, почему мой платёж так и не дошёл за неделю, почему я потерял время, почему мне пришлось снова сегодня переходить в их банк. Причём на протяжении всего моего пребывания в Сбербанке я был вынужден постоянно отзванивать ещё к этой принимающей стороне, которая ждала от меня перевода. И они мне советовали, то есть они поняли всю ситуацию и советовали мне написать заявление на возврат средств и каким другим способом сделать этот перевод. Собственно, я девушке так и сказал, что я хочу оформить возврат средств, оплатить счёт в каком-нибудь другом банке, на что мне распечатали заявление на 3 листа, отправили меня его заполнять. Кстати, заполняя это заявление, я поймал себя на мысли, учитывая, что там было очень много граф, которые, по сути, повторялись, я поймал себя на мысли, что, возможно, они специальных делают такими длинными, чтобы человек, заполняя, дойдя до середины, была вероятность, что он просто плюнет, забьёт и уйдёт, соответственно, им будет меньше заморочек. Вот, заявление, соответственно, я заполнил, мне сказали его ждать в зале, вот, и надо было меня ждать, когда меня пригласит администратор. Ждал я долго, настойчиво, долго, но настойчиво. Наконец-то, в свою очередь, я вроде бы дождался, но администратор перенаправил меня к другому, сославшись на свою занятость. Я пошёл к другому, в который раз обрисовал, объяснил ситуацию, отдал все бумажки, подождал ещё минут 20, и только после этого, наконец, я впервые ощутил какую-то адекватность вообще со стороны представителей Сбербанка. Передо мной впервые за вот этот, за эти часа полтора пребывания в банке извинились, признали свой косяк, вот, сказали, что напишут письмо в банк, который я отправлял, тоже опишут в нём ситуацию, скажут, что они перепутали фамилию, ну, то есть, вроде бы как, это должно сработать. Вот, пообещали мне, что в течение часа-двух мне сегодня обязательно позвонят и отчитаются о том, что они сделали, ну, и в целом, пообещали, что в течение пары ближайших дней вся ситуация разрулится, всё дойдёт куда надо. Правда, адекватности это оказалось лживой, и на этот раз они снова обманули, так как рабочий день закончился, мне, естественно, никто не позвонил. Вот, и такое чувство, что наплели всех успокаивающих речей, вот этих они мне только для того, чтобы я тупо отвалил. Разрулит они или не разрулит в итоге эту проблему, тоже большой уже вопрос, подождём, посмотрим, больше, в принципе, мне ничего не остаётся. Я надеюсь, что не слишком утомило своей историей. В общем, получается, что Сбербанк может как угодно тупить, как угодно косячить средовыми клиентами типа меня, а клиентам типа меня не остаётся ничего, кроме того, как раз за разом ходить, занимать очереди, сидеть в очередях в этих, непонятно, зачем брать талончики в электронных очередях, которые в итоге всё равно ничего не решают, тратить своё личное время, тратить нервы. По-моему, всё это какой-то произвол. Вот, с вами был Виталий Бут. Сегодня я решил поделиться с вами своим негодованием и своими мыслями о Сбербанке России. Всем пока, все и оставайтесь на связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok